Открытый муниципальный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Подснежник-2023» прошел в Саянске. Завершилось мероприятие выставкой лучших работ его участников в Доме детского творчества «Созвездие» и награждением. Ребята, все, которые занимают участие в нашем конкурсе-выставке, и их педагоги – замечательные творцы, виновники сегодняшнего творчества. Я искренне рада видеть всех победителей и призеров в сегодняшнем зале. Я благодарю ваших педагогов, желаю вам творчества, успехов и новых достижений. Конкурс не просто так называется «Подснежник». Вот уже 36 лет он ежегодно проводится в день этого весеннего первоцвета, который отмечается 19 апреля. В календарный день «Подснежника» открывается вот эта уникальная выставка. Я желаю вам, чтобы вы получили не только удовлетворение от собственного результата труда, потому что вы трудились для того, чтобы представить свои работы на выставке, но и вдохновились новыми идеями, получили какой-то заряд идей, вдохновения для того, чтобы представить новые работы на следующий день. Удачи вам всем! Неспроста на многих работах изображены темно-синие лепестки с пухлыми желтыми тычинками. «Подснежник» является символом этого традиционного мероприятия – весны, надежды и чистоты. В поделках отображено пробуждение природы. Все они как будто излучают радость, преображение. Я принимаю педагога Антипина Михаила Анатольевича. С прикладным искусством выполняю всякие разные поделки, потому что мне этого нравится. Это весенняя поделка, ассоциируется с весной. Мне очень нравится время года – весна, и поэтому у меня еще день рождения весной, и поэтому я еще сделала поделку на священной весне. Картон, туалетная бумага, размоченный в клею. Ну и все, в принципе, акриловая краска, всякие украшения, ниточки всякие. Даже используется фломастер для того, чтобы изобразить узор. На выставке представлены работы из всевозможного материала. Удивляют поделки из глины, соленого теста, соломки, бересты, кожи, дерева, шерсти, пластика, ткани. Моя поделка – цветок в рамке. Лично мне для моего дома нужно было украшение, и я решил сделать такую поделку. Мой руководитель – это наш учитель технологии в пятой школе Андрей Владимирович. Ну, в кабинете технологии мы вот на кружке такие поделки делаем. Занимаюсь у Марии Алексеевны. Вид – золотая ниточка. Занимаюсь вышивкой. Также делаю игрушки и украшаю дом. Далматинец, божья коровка и веселая мышка. Мы создавали сами выкройки, сшивали детали, подбирали ткань, которая нужна. Выбирали глазки, также подбирали носик, размеры, чтобы все подходило. Также выбирали украшения для них и разные дополнения. Мне нравится делать всякие поделки необычные. Они очень у меня получаются красивые, потому что я люблю шить. Ну, я занимаюсь этим, наверное, уже где-то один год. У меня поделки называются пингвин, сердечко и куколка. В этом году на конкурс была представлена 151 работа в номинациях «Аллея подснежников», изделия из природных материалов, бумажное творчество, «Живая бусинка», «Чудо-нить», «Радуга цвета» и изделия из бросового материала. Грамот за первое, второе и третье места были удостоены 135 работ. Каждая из поделок особенная, уникальная. В свои работы ребята вложили очень много труда и тепла своей души. Девочки ходят на мой клуб «Сказочная швея», где мы учимся разным рукоделием, шитьем, шитьем мягких игрушек, шитьем из других мягких материалов и даже одежду для куколок у меня стали уже девочки шить. Занятие творчеством – одно из любимых у детей. Посещая различные клубы дополнительного образования, можно попробовать себя в качестве художника, скульптора, дизайнера, архитектора и даже модельера. Доказано, что те, кто с малых лет учатся работать руками, вырастают более терпеливыми и устойчивыми к стрессу. В сложной ситуации они легче находят выход благодаря креативности мышления. Развитию воображения, развитию творческих способностей. Ребенок начинает соединять разные цвета, и это ему очень становится интересным. Он очень развивает воображение. И дети уже через какое-то месяц обучения, я удивляюсь, они сами начинают украшать эти игрушки, сами начинают создавать новые какие-то образы. Прямо создают сами новые образы. То есть развивается их. Творчество доставляет ребенку радость и является хорошим способом для его разностороннего развития. Как приятно видеть счастливые лица детей, с гордостью демонстрирующих результаты своего труда, картины и поделки. Желающие полюбоваться результатами творческой деятельности ребят могут посетить вернисаж, устроенный в Доме детского творчества «Созвездие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова